Уникальная деревянная резьба – вот чем привлекает любителей старой самарской архитектуры дом на Садовой 228. Поэтому общественники его и рекомендуют к включению в предмет охраны исторического поселения города, а также считают ценным градоформирующим объектом. Из-за того, что окончательный список домов, которые будут охранять внутри исторического поселения, еще не сформирован, дом могли снести, поскольку его признали аварийным. Тогда глава города Елена Лапушкина инициировала совещание. На нем удалось принять решение, которое позволило отменить снос. С мертвой точки истории сдвинулось. Я искренне рада, что мы теперь понимаем, куда мы движемся, и что нам удалось отстоять замечательный красивый дом Садовой 228. Отменить судебные решения о сносе получится благодаря предостережению, которое подготовит специалисты Управления охраны объектов культурного наследия после обращения главы города. Это создаст прецеденты для сохранения других десяти домов, которые уже признаны аварийными, но представляют историческую ценность. Совещание было конструктивно и позволило действительно выработать общую согласованную позицию как с органами исполнительной власти, так и с городозащитниками, что позволит в дальнейшем грамотно относиться к городостроительной ситуации в историческом поселении. Всего домов, которые находятся в пограничной ситуации, около 37. По каждому из них будет проведено дополнительное обследование. Их осмотрит специальная рабочая группа, в которую войдут представители городской администрации, Департамент управления имуществом, прокуратуры, Управление охраны объектов культурного наследия и общественники. Специалисты, изучив все документы, на месте примут решение о сохранении того или иного дома. Обязательно нужно сохранить то, что мы ценим в нашем городе. Вот эти маленькие деревянные дома, которые важны сами по себе. И пусть в них не будут жить люди, пусть в них будут располагаться какие-то другие учреждения, но они точно нужны нашему городу. В ситуацию вмешался губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что все профильные ведомства обязаны вернуться к детальному анализу материалов и не принимать поспешных решений. Общественники предлагают комплексный подход к восстановлению старых домов в историческом центре Самары. Виктория Шары, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Константин Головин. События.